Не только после финиша всей гонки, но и вообще после любого сложного спецучастка главное для спортсменов это отдых и восстановление сил. Своеобразным домом на время ралли-рейда «Шелковый путь» со своим особым уютом становится бивуак – стояночный лагерь каравана людей и машин. Столовые, душевые, туалеты и спальные места. Как это все организовано и кто за этим стоит? Ответы на эти вопросы разузнала находящаяся сейчас в Майкопе Анна Кондратова. Далее и ее репортаж. Первое, что нужно спортсменам после гонки – плотно покушать. Обеденное время они проводят на дистанции, поэтому для них главное – завтрак и ужин, которые должны быть максимально калорийны и богаты витаминами. Хорошо, вкусно, приятно, грешенько. Помывка и питание, как всегда, на высоком уровне, чувствуется, что все более-более-более лучше. Меню составляется совместно с диетологами еще за 3-4 месяца до ралли. При этом учитывают предпочтения и россиян, и иностранцев. Например, французы просят и на завтрак подавать пасту. Завтрак, вы, наверное, как уже заметили, у нас такой классический континентальный. То есть это яичница, это колбасы, обязательно апельсиновый сок каждое утро и фрукты. Ну, с дополнительным еще, дополняется все это дело йогуртами, то есть кисломолочные продукты. Но в любом случае мы учтем пожелания на следующий год. На Бивуаке есть душ с теплой водой и биотуалеты, а спят участники в палатках. Для журналистов – пресс-центр с электричеством и доступом в интернет. А чтобы в таких экстремальных природных условиях люди получали медицинскую помощь, в Бивуаке расположился свой мини-госпиталь. Тут и экстренная помощь, и реанимация. Может чуть-чуть пощипать, тихо. По словам участников, которые на ралли «Шелковый путь» уже не первый раз, быт и возможности для работы, созданные организаторами, на лучшем уровне. Несмотря на погодные условия, которые удивили всех, все-таки удалось организаторам сделать все, чтобы участники это минимально почувствовали. И считаю, что качество организации Бивака на «Силквее» лучше, чем на остальных соревнованиях, которые мы были. После окончания гонки, когда все участники и журналисты разъедутся по своим городам, организаторы будут проводить кропотливую аналитическую работу. Уже через месяц они начнут готовить новую гонку, для того, чтобы снова удивить и порадовать участников. Из Майкопа Анна Кондратова, Радик Ганеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.